Приветствую вас! Давайте мы с вами сейчас посмотрим ваш вопрос, который вы задаёте, и разберёмся, что вам с этим можно сделать. Итак, мне 21 год, никогда не было отношений. Ну, тут вообще очень важно понять, в каком контексте вы воспринимаете отношения вообще. То есть отношения для вас это что? На что вы обращаете внимание, на что вы не обращаете внимание. Если на что-то вы, там, не обращаете внимание, например, да, то почему вы на это не обращаете внимание. Если вы на что-то обращаете внимание, то, соответственно, тоже вопрос, ага, значит, почему вы обращаете на это внимание. Вот. Как правило, как правило, люди просто не замечают каких-то вещей, которые с ними происходят, как правило. То есть вы, вполне вероятно, просто не замечали, что к вам кто-то проявляет симпатию. Вот. Вы, скорее всего, просто не увидели этого, потому что у вас есть некий такой, возможно, шаблон, по которому вы, например, воспринимаете тех, кто подходит под определение кандидатов на отношения. Понимаете? Вот. Мне кажется, что дело в том числе может быть и в этом. Дальше. С общением все нормально, с внешностью тоже. А по поводу чего строится общение у вас? Если у вас что-то общее с, допустим, мужчинами. Если да, то что, если да, то как. Понимаете? Вот. Потому что, когда вы пишете, что вот у меня с общением все нормально, это хочется выяснить. А что именно нормально? Получается ненормально, раз, ну, проблемы, проблемы такие у вас. Вот. Это первое. А второе. Насчет внешности я говорить ничего не буду. Уверен, что здесь действительно все в порядке у вас. Вот. Потому что, ну, дело, ну, дело оно на самом деле не внешности, да, а дело именно в том, как вы себя ставите в отношениях. Вот. То есть, по поводу чего вы общаетесь, вот. Чем вы увлекаетесь, чем вы занимаетесь, что вам нравится, соответственно, да, что вам не нравится, это вот очень важный момент. Вот. Который нужно определить. Обязательно. Вам. Дальше. Так, уже даже в голове не укладывается, что когда-то кто-то на меня обратит внимание. Ну, здесь, скорее, вы сами в себе сомневаетесь, как это мне видится. Понимаете? То есть, вот у меня такое ощущение, да, что вы сами в себе сомневаетесь. Просто. И я думаю, что у этого есть определенные причины, я так подозреваю, мне так кажется. То есть, вы, видимо, в чем-то в себе не уверены, раз такая история у вас возникла, раз такие у вас чувства возникли. Вот. Дальше. Это не особо радует, годы идут. А зачем отношения вам, собственно говоря? Вообще. Вообще. Для чего? Дальше. Если в молодом возрасте никому не мешает, то дальше еще, еще хуже будет. Нет, ну, дальше не обязательно, что будет хуже, потому что, если вы активно развиваетесь, если вы активно двигаетесь, если вы активно выстраиваете, скажем так, свою модель поведения, да, если вы активно все это делаете, то я, если честно, не думаю и не считаю, что дальше все будет хуже. Наоборот, скорее дальше будет лучше, потому что вы сможете несколько лучше контролировать этот процесс. То есть, вы сможете эффективнее управлять этим процессом, вы сможете эффективнее это контролировать, вы сможете выбирать людей, которые вокруг вас. Но вопрос в том заключается, по поводу чего вы выстраиваете отношения. Знаете, вот это вот то, что для меня остается загадкой, по-прежнему. Понимаете? Вот это то, что можно сказать вам. Понятно, да? Дальше, может кто-то что-то посоветует. Да нет, тут, знаете, Вероника, тут не посоветовать нужно, тут работать нужно. Работать нужно над вашими проблемами. То есть, запрет на, например, близость с мужчинами, например, запрет на близость, запрет на брак. Вот. Это все, в общем и целом, идет из семьи, равно как и ваше отношение. Так ваше отношение к, ну, вот, парням. Да. К взаимодействию с ним, с парнями. Вот. Это все, это все, идет из семьи. Равно как и ваша модель поведения, женская, да. То есть, может быть, вы ведете себя слишком по, ну, слишком по именно человечески, а не по гендерному. то есть мужчина видит вас человека, видит вас лично, да, а вот женщина вас не видит. Тогда нужно обращать внимание на женскую модель поведения, вот. Понимаете? Но, опять же, нужно сперва пронодировать, пронодировать и посмотреть, в чём именно проблема, по сути. Понимаете? Вот. Вот и всё. И тогда будет понятно, советы здесь не помогут. Как бы именно советы здесь нет. Советов здесь нет, и, вообще-то говоря, быть не могут. Быть не может, советов здесь быть не может, в принципе. Понимаете? Вот. Потому что это, это, тут только работа. Только работа, работа, работа с ну, с вашими проблемами, которые у вас есть. Понимаете? вот так. Вот так. по крайней мере, так мне видится. Знаете? Вот. По крайней мере, так это мне, так это мне, так это мне, вот, видится. Именно. Вот. И так это можно, ну, расценить. Таким образом. Вот. Советы вам, ну, мало что дадут. Именно советы вам. Ну, вот. Ну, если вы реально хотите, хотите решить проблему, то нужно разбираться. Нужно разбираться, нужно смотреть, анализировать. Вот. И тогда будет понятно, что и как. А пока не понятно, что и как. Вот. И, собственно, именно поэтому советовать вам нечего. Вот. Кроме того, что вам нужно активно заниматься вот тем, что вам интересно. То есть, просто вот, что вам интересно, тем вы занимаетесь. Чем больше, тем лучше. Вот. И общайтесь со многими людьми, взаимодействуйте с ними. То есть, непонятно, то ли у вас есть страх, то ли у вас есть неверный в себе, то ли вы чего-то хотите такого, что вам, там, я не знаю, не могут дать мужчины этого, например. Или что-то ещё есть, если ещё есть какие-то проблемы. Понимается? Скорее, что да. Вот. Поэтому здесь нужно разбираться. Вот. На всё это вы, возможно, вообще не обращаете внимания. И это, это тоже является проблемой. Безусловно. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Обратите внимание вот на самую проблемную часть. То есть, какие именно, в чём проблемы, что болезнь, болезнь всего. Вот. Вот. Что именно? То, что вы отношения не можете построить, или то, что, то, что на вас внимания не обращают. Или вы себя как женщины не ведёте. Подумайте. Подумайте сами. Если не знаете, то обращайтесь к психологу. Поработим. Посмотрим всё, как. Поисследуем. Будет понятно. Вот. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.